7 мая россияне празднуют день рождения радио. В 1895 году российский физик Александр Попов продемонстрировал всему миру первый радиоприемник. Новое изобретение в значительной мере влияло на развитие современной науки и радиотехники. В этот день в институте физики КФО прошла экспозиция, приуроченная к отню радио. Уникальные экспонаты были продемонстрированы сотрудникам и почетным гостям. Этот день радио предопределил развитие и нашей компьютерной техники, и наших мобильных телефонов. Поэтому этот день радио мы, конечно, должны отмечать и подразумевать. Казанский университет являлся одним из основоположников радиомониторинга ближнего космоса. Поэтому в 1952 году была образована кафедра радиофизики. Казанский федеральный создает не только современную радиотехнику. На базе университета также работает свое радио UFM, которое начало свою работу в 2015 году. Сейчас у нас уже есть передачи на разных языках. Мы не стоим на месте. И сейчас появился такой новый тренд. Это подкасты. То есть они когда-то были популярны, но почему-то сейчас они вновь активизировались. Мы запускаем как раз-таки этот проект с подкастами. Если кто-то желает, то обязательно может прийти к нам на UFM. На сегодняшний день на UFM выходят передачи на русском, немецком, английском, китайском и других языках. Я видел объявления в интернете, что есть радио в университете, и мне стало очень интересно. Я хотел попробовать. Как раз у меня на родине ее вступит два года. Вообще-то, приглашаю иностранцев, стараюсь развивать и радио, и делать его лучше и интереснее. Приглашаю всех студентов, у кого есть желание принять участие в нашем радио. Мы вас ждем. Наш телеканал Универ ТВ поздравляет всех с днем радио. Диана Шилова, Леонардо Влетьяров, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова